Друзья, привет! Сегодня будем готовить аматричану. Будем готовить, можно сказать, практически оригинальную аматричану. Она никогда не готовится с использованием чеснока и репчатого лука. Никогда. Правильно готовить ее со спагетти номер 12, букатини, короткая паста. Это уже все производное. Настоящая аматричана делается со спагетти номер 12. Соответственно, нам понадобится гуанчали. Это я купила именно гуанчали из аматричи. Нам понадобится сыр старый. К сожалению, из аматричи у меня вот этот вот сыр очень вкусный, но он не старый. Нам понадобится именно такой, это из нейролы. Понадобятся помидорки без кожицы, естественно, масло оливковое и белое вино. Я приступаю. Итак, друзья, итак, мое, итак, слово паразит. Режем гуанчали вот такими полосочками. Почему полосочками? Потому что будет она как бы подсыхать и должна потом будет обворачивать наши спагетти. То есть они должны будут между собой как бы перекручиваться. Поэтому рекомендуется в аматричи резать именно соломкой, не кубиками. Примерно сантиметр на сантиметр. Вот так вот. Итак, наливаем чуть-чуть масла в сковороду и закидываем гуанчали. И начинаем поджаривать, чтобы у нас расплавился жирок. Помидорки измельчаем либо вилочкой, либо ножом. Тут у нас готовится. Пока еще рано. Покажу вам чуть позже результат, когда будет уже готово для того, чтобы заливать вино. Хочу обратить, Саша, внимание, видите, жир начинает уже становиться прозрачным. Но нам пока рано. Ждем, когда все-таки слегка-слегка поджарится. И еще следите. Нам также очень важно, чтобы получился сок. Сделаем там сок. Это самое-самое вкусное. Если вам покажете, что будет много жира, можете усилить. Измельчаем вилочкой, вот так вот, или ножом, как вам удобно, помидорки. Вот так вот. Вот такая масса должна получиться. Никогда в аматриче, в правильной аматриче не используется пассата, что-то уже готовое. Только помидорки, вот такие, как я вам показала. Вот в настоящей аматричане. Никаких кубиков, никаких всяких там уже готовых. Именно помидорки. И вот так надо их размять. Вот такая готовность. Видите, какая. И теперь берем, что берем? Бокал вина. Я попробовала вкусное. Не забываем, что чем вкуснее вино, тем вкуснее блюдо. Потому что алкоголь спаряется, а вкус остается. И на большой огонь. Просто какой-то янтарь перед глазами, правда? Настоящий янтарь. Вот так вот у нас такая готовность сейчас. И в этом моменте добавляем помидорки. Убавляем газ. Накрываем крышечкой. Готовим минимум 10-15 минут. Заранее потерли сыр. Что я могу сказать лично от себя? Ни аматричану, ни карбонару я не ем. Я готовлю ее только для кого-то. Мне эти блюда не нравятся абсолютно. Ни одно, ни другое. Но ингредиенты, которые входят в приготовление, очень люблю. Вот этот сыр могу просто сама съесть. Тут почти все готово. Скоро будем закидывать спагетти. Вот такие спагетти я буду использовать. Вот видите, какие они. Словно маленькие, маленькие, тоненькие букатини. Но не букатини. Это именно... Сейчас вам покажу. Спагетти. Посмотрите, какие они. Видите? Вот такие. Ну вот, как я говорила, видите, словно маленькие букатини. Такая интересная паста. Вот это именно спагетти из-за матричи. Поддержим нашу матричи. Водичка готова. И вот наша паста. Шесть или семь минут, и все готово. Я не умею там вот в этой сковородке кидать это все. У меня руки слабые. Вообще, конечно, надо потом это все подбрасывать так красиво, чтобы было. Но главное для меня, чтобы было вкусно, если честно. Последний штрих и начинаем кушать. Перемешиваем сверху пекорина и приятного аппетита. В этой пасте не рекомендуется добавлять воду, в которую вы готовили спагетти. По крайней мере, не рекомендуется. Это вера матричиана, эта? Сперемо. 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 Важным аппетитом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...